Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic. Мы продолжаем. Нам удалось свалить из имперской крепости, где мы смогли попасть, благополучно смогли попасть в ловушку императора, но, заручившись поддержкой одного из его, скажем так, темных союзников, я бы сказал, его правой руки, лорда Скорджа, нам удалось выбраться оттуда, победить в себе влияние темного императора и спасти его. вместе с командой на корабле, после чего нам необходимо попасть на Тайтан. Лорд Скордж, я вам скажу так, объясню, является довольно интересной личностью, которая засветилась еще в рассказе «Звездные войны. Тень Ривана», где он пытался вместе с Риваном изгнаниться, а это первые герои первой и второй части «Рыцарей Старой Республики», победить императора. Но в его видениях, скажем так, у него начали перед финальной битвой происходить видения, куча видений, в которых он видел, что императора побеждает Риван, что император побеждает Ривана, что император всех убивает, либо они убивают императора. Но эти просто видения повергли его в хаос, но в конце у него появилось последнее видение, в котором он увидел, что император падает от руки рыцаря-джедая. И он три сотни лет ждал, когда появится тот, кого он увидел в своих видениях. И он, наконец-то, увидел. Это было лицо нашего главного героя. И помог нам, естественно, сбежать, поскольку именно нашему герою суждено победить самое страшное, самое величайшее зло, наверное, в «Звездных войнах», которое когда-либо было, скажем так, и с темной стороны. Поскольку этот император, я не знаю, по моему мнению, по моему мнению, метит название самого опасного, самого мощного злодея всех времен и народов в «Звездных войнах». Его сила просто колоссальна, способен опустошать целые миры. На такой был способен Дарт Нихилус, но Дарт Нихилус, скажем так, он поддался голоду, а этот все подконтрольно изучает. Он бессмертен, его сила просто невероятна. Ошеломительно невероятно. Даже Реван не смог противопоставить в силе, в силовом поединке ничего императору. Но, опять же, мы должны все это изменить. Так, где у меня пассивка, которая дает мне... Сейчас, 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 сейчас. Так, что-то я не вижу. Мне нужна пассивка, дающая усиление. Вот, форсмайт. Все. Отлично. Так, нужно поговорить с Лородом Скорджем. У нас новый компаньон, собственно. Трехсотлетний стаж у этого персонажа. И он записался в наши ряды, поскольку теперь он надеется победить императора вместе с нами. Ну, давайте поговорим. Я должен поблагодарить тебя за твое доверие, джедай. Должно быть, ничего бы так не получилось без твоего, скорее всего, доверия, благодаря нашей позиции. Но можно ответить, почему-то здесь спросить, либо светлую сторону силы использовать. Это путь джедая. Джедаи всегда ожидают. Я не здесь не ради твоих джедайских вещей. Я говорю о джедайских видениях. А хочу поговорить с твоим советом. И узнать, что они могут сделать против императора. За это время я работал с величайшими джедаями-героями, Реваном и джедаи-изгнанницей. Но у них не было достаточной силы, чтобы завершить их задание. Ты знал Ревана? Это... Так, ты ничего не найдешь, но... Я помогу тебе противостоять лорду и императору. Он говорит, в моих видениях джедай, наполненный силой, уничтожает его. Реван и изгнанница заплатили хорошую цену за мое видение, скажем так. Теперь среди этих теней один джедай противостоит императору, и император падает. И этот джедай в твоем лице. И это было века назад? Я даже тогда еще не родился. Я ожидал три сотни лет твоего рождения. Когда я видел твое лицо на Квэше, в видениях, я... видел, как ты... отрубаешь императору по 70-ти голоду, и кладешь конец его силе... в твоих руках, короче. Нормальный такой замес получается. Так. 780, е-мое. У меня скоро будет самый максимальный уровень светлой стороны. Вот, я вам скажу так. Играя за рыцаря джедая, тут нужно отыгрывать роль светлого персонажа. Потому что, как и сказал Реван в книге еще тогда, когда я вот ее читал, а это событие были три сотни лет назад, не имею в виду события игры, а не когда я читал, то Реван сказал, что император является абсолютным воплощением зла, сама тьма воплоти. Но сила в галактике стремится к равновесию. И рано или поздно против него выступит поборник светлой стороны силы. Возможно, это буду я, как он сказал, возможно, это будет кто-то еще. Но так или иначе, против него выступит кто-то такой же, скажем, его противоположность. И эта противоположность, абсолютный свет, скажем так, это наш главный герой, я полагаю. Ну что, полетели на Тайтан? Нужно отправить Скорджи туда, поговорить, обсудить и доложить о том, что наша предыдущая операция по поимке императора завершилась неудачей. Ай-яй. Так, Репабли... Нет, 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 нет. Где-то... Ага, вот он. Тайтан. Ё-моё, как только эту планету не называют. И Тифлон, и Тайтун, и Тисон, как их не называют. Тайтан? Просто Тайтан, я не знаю. И звучит круто. Блин, ну, столько названий, я офигеваю. Да. Тайсон. Ещё лучше было бы. Так. Выходим. Совет джедаев. Блин, Лорд Скордж. Кстати, он у нас в напарниках. Есть. Сейчас давайте посмотрим, что у него вообще есть из... Из... Экипировки. Чё он вообще может. Давайте проверим, кстати. Мне вот интересно. Я до этого как-то ни разу не проверял. И нам... Знаете, чё надо? Нам нужно попасть на Корусант. Нам необходимо... Скажем так... Пополнить свою экипировку. Обновление сделать. По крайней мере, хотя бы не себе, так напарникам. Потому что вот Кира Карсон с Ниталана в порядке. Там под 50 уровень у него всё есть, то, что ей надо. А остальные... Кстати, выгляните, он здоровый тип такой, а? Чё за броня? Жакет Скорджа. Ни хрена себе. 545, 340... Ну, у меня сколько? Нет, ну у него, в принципе, да. Поменьше. Лордли Лайтсейбер. И модифицировать ещё можно. Так. Ну всё на 34 уровень. Так. Мы можем ему дать соответствующую роль отыгрывать. Так. Нафиг мне инвентарь-то открылся. Стойте. Так. Можно ему на голову что-нибудь напялить. Я думаю, даже стоит ему что-нибудь прикупить. Почему бы нет? Вообще, ему бы не помешало адаптивную броню. Так. Он у нас что умеет? Лечить. Барьеры делать. На 20 секунд. Хороший барьер. Короче, у него атаки сделаны по принципу. Короче, тёмные стороны. У него стили всех его, скажем так, этих. Это тёмные стороны. Ну-ка, танк что-то у нас. Танк. Атака. Персональная угроза. Провокационный крик. Земляной удар. И массивный толчок силы. Ближайшие три цели толкает вперёд. И генерирует на себя угрозу. Так, понятно. А дамагер? Что ты можешь делать? Невероятная сила атаки. Сокрушение силы. Заканчивающий удар. Это когда менее 30%. Это как у меня бросок, видимо, меча. Меч. И... Сам. Нет, давайте лучше мы пока его на хил поставим. Блин. Знаете, вот с этими ролями системы, конечно, всё хорошо. Раньше как-то было проще. Раньше как-то примерно можно было догадаться, у кого кто какие роли отыгрывать будет. А теперь в теории я не знаю, кто угодно может стать кем угодно. Ладно. На орбитальную станцию. Давайте попадём. Другое дело. Блин, классно у него броня. Ничего не скажешь. Мне даже с теми нет ничего не хочется. Ну посмотрим, может что-нибудь из адаптивного. А, кстати, у меня же есть вроде адаптивные. Постойте. У меня же кажется, что-то вроде есть адаптивные. О. А ну-ка. 196. Нет, этот меч, конечно, у него ловче. И его прямо можно... И его можно прямо так и модифицировать. А его броня... А вот броню уже нельзя. О. Блин, скорость. Ну-ка. Да нет, что-то хреновый вид. Давайте ему вернём первозданную картинку. Всё. Короче, надо будет реально метнуться на Корусант. Посмотреть, что есть в продаже. А может быть даже на Репаблик Флит, кстати. Прямо туда. Было бы ещё даже лучше. На самом деле. Там и киоски, там и магазины. Там вообще всё-всё можно купить. Но у меня почему-то на Корусант... Не знаю, как-то сподручнее. На Тайтан. С шаттла на Тайтан. Со станции. Так, план провалился. Император оказался очень силён. Нужно придумать какой-то другой план. Ну, погнали. Задания выдают. Все эти задания можно взять, кстати, на... Станции Репаблик Флит. Станции Республики. Станции вокруг Корусанта. И там что-нибудь посмотреть. Кстати, а сколько денег у нас? Тридцать три косаря. Не густо! Не густо. Так, вон вас сколько. Ну, давайте глянем. Чё-то там кто-то крякать начал. Оба-на. Это было так долго. Мы думали, что мы потеряли вас навсегда. Миссия по поимке императора увенчалась неуспехом. Он оказался гораздо сильнее. Мастер Блага, Лина Раарс и Варен Седоро всё ещё пропали. Гнев императора помог нам сбежать. Он предал своему мастера и поступил на нашу сторону. Сид служит никому, кроме себя. Я понимаю вашу нелояльность ко мне, но джедай не единственный, кто видит будущее. Века назад у меня было видение, как император уничтожает галактику, республика, империя. Всё пропало. Этот джедай имеет силу, чтобы остановить его. Мы должны довериться ему. У меня есть хорошая причина верить ему. Мы сможем попасть к императору. У него есть действительные планы на всю галактику, одного за другим, одну звёздную систему за другой. Все они падут. Триллионы будут уничтожены. Как это может сделать император? Он поглощает смерть и становится более сильным с каждым джедаем или ситхом. Это бессмертное существо с безграничной силой. Так он уже невероятно силён. Император победил мою атакующую команду. Он сильнее гораздо нас. Тысячи лет назад император провёл трюк в ситском мире и провёл тёмный ритуал. Он обещает великую силу. Но только благодаря ему. Этот ритуал поглощает жизненные силы на планете. Он отбсобировал жизненные силы с помощью силы. Жизненные эссенции с помощью силы. И стал сильнее, да? Это объясняет, как он живёт так долго. Вот откуда его вся сила берётся. И он поглощает миры. Представляете, что будет, когда он поглотит миллионы? Император манипулирует всеми веками. И у него есть одна цель. Провести великий ритуал и уничтожить эту галактику. Но ритуал требует великую жертву. Биллионы смертей. Он хочет устроить геноцид на Белсавис. Это тюремный мир, худшее место для республики. Масса убийц, тиранов. Все, кого ловили ситлорды. И это место находится в секретном месте, если император найдёт это место. Но император не сможет остановить свой ритуал. Мы должны спасти Белсавис. Мы? Твоя роль в этом окончена, Сид. Ты чё, эй, взбуянился, постой. Нет никакой угрозы. Сложите своё оружие, мастер Кайден. Сид готов с нами сотрудничать. Он пойдёт со мной. Я знаю пути императора. Белсавис — это не единственный мир в опасности. Мы должны найти другие. И я не могу помочь вам из тюремной клетки. Нравится ли — нет. Но у нас нет другого выбора. Он прав. Я тоже чую его правду. Без него мы все будем мертвы. Совет сконцентрирует своё внимание на этих мирах с повышенным риском. Я доложу вам, как остановить... И вы остановите императорские планы. И да пребудет с нами сила. Я знаю, что это будет для нас очень тяжело, но будем надеяться на лучшее. Я обещаю, я не паду и не проиграю. Слежи со мной, когда ты будешь на Белсавис. И не приближайся близко к своему... Не сближайся со своим напарником. Так, никогда не понимал джедайские вещички. Ладно, буду ожидать тебя там. Вот действительно, какой союз. Свет и тьма. Блин, знаете, всё это мне напоминает историю с Риваном. Верите? Ух ты! Нормально ты так... Так, у меня достижение. Получено достижение. Глава вторая. Редцарь джедай. Так, я так полагаю, мне за эту главу ещё 20 каратель коинт начислили. Офигеть. Блин, как в своё время вот Риван с этим бегал, так и мы теперь. Значит, наша следующая цель Белсавис. Бляха-муха, сюда идём. Попасть на планету Белсавис. Планета какая-то тюрьма. Там много убийц, т.д. и т.п. И нам нужно как-то попасть туда. Ну, давайте... Так, на наш корабль. Попадём. Да, вот так вот бывает, ребята. Ради невероятной угрозы приходится всем объединяться. Император, да. Император, он по сути, хоть и является воплощением тёмной страны, но даже остальные лорды, ситы, т.д. и т.п. Даже они все в опасности. Вся... 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 Сама жизнь под угрозой. Я бы так сказал. Поэтому нужно как никогда объединяться, чтобы остановить его. Так, ну-ка, что? Я слышал что-то безумное. Я не думал, что джедай будет сражаться вместе с Ситтом вместе. Как печально. Я не думал, что к этому всё приведёт. Ну, по крайней мере, мы всё ещё живы. Так, это не будет очень легко для величайшего воина галактики. Но мы должны двигаться дальше и продолжать сражаться. Не будь такой энтузиасткой. Есть новые движения. Есть много путей ранить людей. Ладно. Говорит. Хорошо. Так, надо со всеми остальными поговорить. Да, конечно, чё-то... Надо же так было провалить-то всё. Так, это вниз. Ммм, с доком потрещать. Что у нас там док скажет? Док опять сейчас, наверное, думает, куда бы завалиться в клуб. Не могу поверить. Стандарты Республиканского администрации здоровья просто ужасные. Никто не знает, что такое виброскальпель, КДТП. Как эти доктора выбились в топ республики? Не знаю, но, возможно, они учились в школе вместе. Так. Теперь у нас есть какие-то медицинские журналы. И это всегда происходит. Реальные докторы спасают жизни. Идиоты остаются на корусанте. И продвигаются выше. А кто изобрёл вакцину от Некросис Забрака? Я сделал. И это просто убивает. Что за скальп Забрака Некросис? Что такое? Это звучит плохо. Что ты изобрёл? Это вирус, пожирающий плоть. Но не угрожающий жизни. Ну, во всяком случае, это достаточно. Нет больше никакого Мистера Классный Док. Так, я должен найти какую-то болезнь, чтобы изучить. Что-то реально классное. Короче, Док как всегда думает. Бляха-муха, как бы мне бы засветиться-то. Так. Ти-седьмой. А этот у нас, по-моему, расшифровкой занимается. В общем, Док думает, как бы оттянуться, этот как расшифровать. Так. Шафу Киллер. Опознан. Отслеживаю запись. Нашёл его, того, кто его убил. Следующее продолжение пока ещё недоступно. Хорошая работа. Ты достаточно близок, чтобы найти того, кто всё это заварил. Продолжай. Анализирую лист какой-то. Так. Может быть, поможет атака, как у Империи на Корусант. Что-то там есть. Так. Возможно, есть шанс спасти Мастера Залу. Так. Мы могли бы предотвратить это всё. Но мы не можем изменить прошлого. Так. Память не вернёт его назад. Он ушёл. И ты должен принять. Джедай. Т-седьмой. Сфокусируйся на настоящий. Т-седьмой и джедай спасут галактику. Т-седьмой и джедай лучшие герои, которые когда-либо были. Империя даже не понимает. Что у них нет шансов из-за таких, как нас. Т-седьмой продолжит отслеживать записи. И додифицирую охотника за головами. Предупрежу джедая, когда... Оповещу джедая, когда будет всё закончено. Мне нравится Т-седьмой. Он такой, этот... Знаете ли... Скажем так... Оптимист самый, что ни на есть. Не унывающий практически. Причём, в отличие от других дроидов, он ведёт себя, знаете ли как? Другие дроиды как-то считают себя дроидами. И считают себя помощниками. Этот же считает себя, знаете ли, прямо что ни на есть личностью. То есть он... Такое чувство, что скоро не он у нас в команде, а мы у него в команде будем, знаете ли. Ну да ладно. Путешествуем на Белсавис. Глянем, что это за планета. Где она находится? Белсавис. Ага. Находится во внешних рубежах. Ход. Так, анархия, космические битвы. Ну давайте глянем, что здесь... Тысяча двести пятьдесят просто кредитов. Ни хрена себе. Ну у вас и цены. О, попало. Ну ладно. Да будет так. Так. Что у нас там? Планетка. Ага, и катсцена начинается. Ну-ка давайте глянем, что у нас тут. Мастер Сатиль, я прибыл на Белсавис. Вы что-нибудь узнали? Империя только что начала неожиданную атаку там. Опасные заключенные освободились из их клеток и начали опустошать все вокруг на поверхности. Это диверсия. Император только начал свою истинную цель. Аннигиляцию всей формы жизни на этой планете. Я должен установить его. Скажите мне, что я должен делать. Мы не знаем, что император будет уничтожать. Мы не знаем, что он собирается сделать. Там есть какой-то имперец, экзекьютор Кранус. Кранус это просто кровожадный сет, фанатик, лояльный императору. Что бы там ни было, он позаботится об этом там, какой бы план там ни был. Но нет, он не позаботится, если мы найдем его впервые. Есть какие-нибудь идеи, где находится этот Кранус сейчас? Энна Табборд, одна из нашего ордена, уже на поверхности ищет Крануса. Она поможет тебе найти этого экзекьютора. Но она недостаточно сильна, чтобы остановить его. Поэтому это задание ложится на вас. Есть, мастер. Будет сделано. Отправите на поверхность планеты и встретите Эну. Я передам вам координаты, и да пребудет с вами сила. Какой-то Кранус... Кранус, господи, Кратос. Кратос, если там будет, это все. Там действительно аннигиляция начнется. Так, спускаемся. На поверхность. Кого бы взять, а? А, в принципе, прям мы ходим можем. Это... Я что-то вспоминаю игру, опять же, вот классная игра была. Не знаю, а хоть надо будет, наверное, поиграть в нее. Рыцарь старой республики. Там, когда я выходил на какую-то планету, надо было заранее решать, кого с собой возьмешь. По-моему. Можно было, походу, и этого, по-моему. А, нет, по-моему, можно было, походу, путешествия тоже менять. Смотрите, какая-то тварь нарисованная. Я не знаю, горгулья какая-то, по всей видимости. Но планета преисполнена зеленью, вроде как, да? Интересно. О, показывают... Ну, написано про то, как модификации делать, т.д. и т.п. Но это дело, на самом деле, не такое уж и сложное. Да... Ну че, надо, я думаю, побегать тогда с лордом Скорджем. Кира, пусть немного передохнет. А лорд Скордж пусть себя покажет во всей красе. Да, мне вот, моему персонажу, надо усилить меч световой. У меня световой меч, бляха-муха-кристаллы, где-нибудь прототипный кристалл бы раздобыть. Вот он бы мне не помешал бы. Можно даже какого-нибудь другого цвета. Да неважно, знаете ли, какого цвета. Главное, чтобы нормальные показатели урона было и прототипного качества. Да хотя бы зеленого, знаете ли. Хотя бы зеленого. А сейчас с этим обновлением все сделали, что кристаллы, короче, практически недоступны для фри-то-плей игроков. Скажем так. Или там какое-то дополнение покупать надо. В общем, черт знает, что творится, я не знаю. Но я давно не был на Republic Fleet. Может быть, там уже все поменялось. Прототипное вообще с продажи исчезло. Вот дела. Просто пропало куда-то. Где теперь их взять и только в киосках покупать то, что осталось? Ну, не знаю. Может быть, где-нибудь тут существуют такие места. Я вот удалось, вот у меня вот новинки прототипные урвать, то, что синые. Э, синие. И все. Так, ну погнали. На орбитальную станцию Белсависа. Белсавис, Белсавис. Да. О, а тут еще и задание какое-то выдают, я вижу. Дроид причем выдает, заметьте. Флэшпоинт, Хаммер Стейшн. Так, ммм, пардон. У вас невероятные навыки битвы. Да, у меня есть опыт ведения боя. Я много сражался, я еще жив. Есть какие-нибудь еще вопросы? Принято. А, пожалуйста, оставайтесь. На месте. Это мастер Сатиль Шан из Ордена Джедая Республика. Нужны агенты, чтобы отправиться на секретную миссию. Так, империя Ситхов, что-то какие-то там чемпионов отослали. Нужны волонтеры, чтобы там что-то сделать. Если вас интересует... Нет. Ну давайте возьмем, потом откажемся. Все. Сплендит. Превосходно. Путешествовать на Репаблик Флейт. Да это понятно, что путешествовать. Ну, по-моему, тут у меня миссия уже была, флэшпоинт. Уберем ее нафиг. Да-да, конечно, была. Куда ж без нее. А вот тут уже планетарная заданица. Белсавис. Давайте глянем. Добро пожаловать на станцию Макула. Приветствую вас. Че-то так разочарованно покивал. Так, хватит опять. Это тюрьма, а не туристическая зона. Мастер Джедай, рад, что вы здесь. Так, мы уже здесь достаточно долго. Надеюсь, вы вооружены? Конечно. Я никуда не иду без моего святого меча. Я тоже. Во всяком случае, я должен конфискать ваше вооружение. Ситуация такая. Я позабочусь о вас. Кто-то меня ожидает. Кто ожидает меня? Что ворду нужно от меня? Не могу сказать. Но он не хочет ждать. Просто возьмите шаттл и дорожитесь к нему немедленно. И будьте осторожны. Там довольно-таки-то опасно. Какой меч хотел отобрать? А вот хер тебе отдам меч. Ты че? У меня, конечно, есть приемы рукопашного боя из навыков наследия там какие-то. Ну, бляха-муха. Нахрена? Ух ты, какая-то секция есть даже. Нормально так. Так, отправляемся на Белсавис. Глянем хотя бы, что за планетка. О. Какой-то прогресс исследований. Ух ты, оказались. Где-то. Я уже так вот картинкой мелькнул. Я уже даже что-то так краешком глаза увидел. Там что-то интересное. Ну-ка. Давайте быстрее. Мне хочется глянуть, что там. Мне интересно еще больше всего, каких размеров эта планета. Если как ход, тогда приоритет отдаем фиолетовым миссиям. Да я думаю, мы их и так будем отдавать им приоритет, в принципе. А вторичные будем так, поскольку постольку выполнять. Но, по всей видимости, там дохрена народу, да? Судя по тому, что загрузка идет. Да нет, 32. Ой. Маленькая планета. Очень маленькая. Охренеть, какая маленькая. Это как токсическая планета, я помню, какая это была. Вот то же самое. Так, что у нас тут? Героические задания недельные на этой планете. Так, стойте. Я отменю флешпоинт этот свой. Так. Что, 50 уровень. Путешествовать на Репаблик Флит. Я их потом подберу. Если что. А героические я возьму. Конечно, возьму. Так. Полный список героических заданий. Кстати, вот с героическими нормально сделали сейчас. Вот этот вот ход мне нравится в этой игре. Вот как они с героическими сделали. Так. Стойте. Вот. Все. А то я смотрю, что-то как-то странно. А куда делось планетарное задание? Все здесь. Все у нас здесь. Так, анархия тут. Ну, нам нужно доложиться. Командный центр. Поговорить с ребятами. Так. Уберем наш... Как его? Реликвию. И перейдем в режим транспорта. Ну-ка глянем, что у нас тут. Так, сюда. Дальше. Нет, ну смотрите. Классная планета. Вообще красотища. Краски-то какие приятные, а. Блин, как будто играешь в трайн, ей-богу. Так, это что-то задание. Офицер на ронг. Что тебе надо? Дроиды чинят. Это бесполезно. Дроиды эти больше ничего не смогут сделать, если не будут нужных частей. Простите, мастер джедай, я вас не слышал. Сумасшедшие ракеты здесь порудовали. Тут тысячи криков были. Все мои люди ранены. А дроиды нифига не функционируют. Позвольте, я вам помогу. Я могу вывезти заключенных и купить вам какие-то части. Ну, пожалуйста, возвращайтесь. Наши дроиды будут работать. Если они будут работать, у нас будет какой-то шанс. Мандалорские райдеры используют какое-то эстротопливо. Мандос не любит столкновений, что-то ДТП. Мандалорианцы? Здесь? А что мандалоренцы делают на Белсависе? Они взяли что-то под контроль темные воды планеты. Но они очень ресурсоспособны, эти вещи. И они используют старых дроидов и повернули систему защиты против нас. Ты хочешь помочь нам? Сломай их турели, которые построил Мандос, и принеси мне мотивирующие... мотивирующие коэлсы. С ними эти дроиды смогут вернуться в рабочеспособное состояние. Конечно, я помогу тебе. Я верну тебе их назад, прежде чем уступить ночь. Если вернешь, то у нас появится шанс. Я верю, что это так и будет. Лагерь рядом. И турели там охраняют периметр. Но будь осторожен там. Мандос отправляет с... Короче, будет отправлять свои игрушки, чтобы остановить тебя. Но имеет в виду дроидов. Скажем так. А тут у нас... Центр. Ну давайте... О! Лифт! Ни хрена себе появился лифт. Скордж. Спускайся. Так, Скордж уже здесь. Обладатель невероятных способностей. Ёлки-палки. Тут двери. Там двери. Здесь двери. И это всё ещё и групповая фаза. С ума сойти. Просто с ума сойти. Варден Плейт. Ну давайте поговорим с ним. Куда стал Скордж? Сразу видно. Послание к твоему стране. Наконец-то джедай принял. Стал думать, что уже ты не придёшь. Я Варден Плейт. И это мой второй командующий Грал. Давай поговорим. Это моя тюрьма. Хочешь помнить нам? Хорошо. Но ты должен следовать моим путям. Понятно? Я не буду тебе отвечать. Да ладно, не будем грубить. Не беспокойся. Я здесь, чтобы не бросать тебе вызов твоему авторитету. Хорошо. Последнее, что мне нужно здесь, это какое-нибудь восстание. Так. Операция. Что-то говорит про операцию. Так. Есть какие-то дома в галактике, которые более опасные. Криминалы содержат. Так. И лучше некоторые секреты хранить по стороне от всех. Наши стражники нашли какой-то трансмиттер. Поломанный, но функционирующий. Чёртовы твари направили империцев против нас. Заключённые хорошо вооружены, они хотят атаковать. Это не очень хорошо. Вы хотите сказать, что мне заключённые все свободно вооружены? Да, так и есть. Военные уже отосланы, отослали элитных ребят. Но это бесполезно. Там песчаный шторм. Последнее, что я слышал, они потеряли глубокую тюрьму. Там какие-то особи находятся с максимально охранной зоной. Ладно. Наш приоритет это охранять этот уровень. И это значит, что мы... Всё, что нам нужно, это... Третья генера... Погодите. А, есть тут третье поколение заключённых, которые родились и умерли прямо в этой тюрьме. Они ещё те ублюдки. Они родились здесь. Ужас. Чёртовы тхреново. Сохрани свою симпатию при себе. Они животные, все до единого. Но, по крайней мере, наши... Ребята хорошо вооружены. А, нам нужно забрать их невооружение и всё включить назад. Что это было? Опа-на! Нихрена себе! Во как! Ой. Во дела. Чёрт, замочили нафиг! У... Уордон! Ответный огонь! Ну чё? Скордж! Покажи себя в деле. Скордж! Это кто такие звуки сдаёт? Скордж? Нихрена себе. Так. Отлично. Так. Забить. Отлично. Скордж. Он твой. Блин, у световой меч у Скорджа, конечно, классный. Тут ничего не скажешь. Меч. 42-го уровня здесь, ребята. А меня на 46-й заземлили. Так. Ух ты. Какую-то способность применил. Неплохую. Да, лихо у вас тут, ребята, всё. Порядок ещё тот. Блин, замольчили главную. Видел, как они проникли сюда? Так, как-как-как, Варден? Мёртв, сэр. Выстрелили прямо в голову. Теперь у нас есть новый командующий. А, да, не ожидал. Ты сможешь это сделать. Сейчас время для долга, Варден. Эти люди нужны для тебя. Хорошо, я сделал всё, что я смогу сейчас. Охраняйте станцию, это первый приоритет. Нам не нужно второе такое сюда покушение. Наши щиты... Заключенные сбежали, но... Сделали саботаж наших генераторов. Предоставьте это мне, сэр. Я возьму оборудование и восстанавливаю эти генераторы вовремя. Генераторы должны быть охранять заключённые. Нужно отправить кого-то туда, чтобы вернули её назад тоже. Предоставьте это мне. Она будет в безопасности. У вас есть моё слово. Надеюсь, так оно и будет. Просто дайте мне немножечко... Бластеров там. Сопротивление. Генераторы недалеко. А, ну там лунатики, походу, вокруг ходят. Короче, позаботиться надо о ребятах. Понятно, выбираемся отсюда. Ну-ка. Я понимаю, почему совет контролирует тебя. Так, погнали. Блин. Блин, я говорю... По-моему, это... Скордж такой голос издал. Блин, знаете, он меня кого напомнил вот в этом стиле? Когда он сказал... Да. Это как этот... Вёрджил из Девил Майк Рай. Вот точно такой же стиль примерно. А чё, не нравится? Лорд Скордж довольно какие-то хорошие бои. Но ему, конечно, не хилера надо. И давайте-ка мы ему дамаг дадим. Посмотрим, как он будет справляться. Так, полагаю, он будет ещё тот урон врагам наносить. Так, здоровски. Нам нужно что-то тут отключить. Что-то тут сделать. Ну, в принципе... Как? Ну-ка, карта... Нет, я соврал. Карта довольно какие-то большая. Ладно, приоритет будем отдавать тогда заданием с пометкой. Естественно, тёмное, скажем так, серого-фиолетового... Серого-сиреневого-фиолетового цвета. Ну ладно, друзья. Думаю, давайте здесь мы на этом тогда закончим. И продолжим уже исследовать планету Белсоис. Пытаться остановить вторжение Императора. Который хочет провести здесь ритуал в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы всё ещё не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Обязательно комментируйте. А также можете поделиться ссылочкой с другом. Мне будет очень приятно. Не забывайте заходить в группу ВК, где вы можете задать любой интересующий вопрос по данной игре. И если вас интересует прохождение на другом канале... Ой, фу... На моём канале, то... Можете в описании под видео открыть ссылки с плейлистами. И выбрать любую интересующую вас игру. Всем спасибо за внимание, друзья. Вы самые лучшие. Всем пока.